В старом городе Иерусалима, в любую сторону пойдёшь, всегда окажешься у крепостной стены. Оборонительные стены – это древний символ столицы Израиля. Обойдём внешние крепостные стены против часовой стрелки, назад в прошлое, останавливая время в исторических местах. Иногда можно двигаться не только по низу, но и по самим стенам. Укрепления Иерусалима много раз разрушались и перестраивались. В начале XVI века турки-османы захватили город. К этому времени здесь остались только развалины могущественной крепости. По приказу султана Сулеймана I город начали окружать новыми укреплениями. Эти стены сохранились до наших дней. Они условно отделяют старый город от современного Иерусалима. Начнём движение западной стены около Явских ворот. Они самые известные и оживлённые в древнем городе. Сверху хорошо видны современные здания. Мы подошли к мощной цитадели, возведённой более двух тысяч лет назад царём Иродом Великим. Её разрушали и отстраивали многочисленные завоеватели – византийцы, крестоносцы. В турецкое время здесь построили минарет. Сейчас остались лишь фрагменты укреплений. Сверху – красивые виды старого города. Среди них купола храма Гроба Господня, самые известные в мире христианской святыни. Мы идём дальше и видим повороты стены. За ним купол-колокольня. Поворачиваем от западной к южной стене. Перед нами знаменитая гора Сион. Перенесёмся на три тысячи лет назад в древний доеврейский город. Он занимал небольшую площадь, полностью помещался в пределах одного холма и был окружён крепостью. Её стены имели сторожевые башни и ворота. Неприступный город захватили войска еврейского царя Давида. Войны проникли сквозь ограждения по подземному туннелю – водоводной системы города. Давид объединил земли Израиля и Иудеи и сделал Иерусалим столицей единого еврейского государства. Город расширялся, строились новые крепостные стены. Гора Сион с библейских времён имела важное культовое значение для древних иудеев и Иерусалима. Там ощущается божественное присутствие. По преданиям, здесь захоронен царь Давид, почитаемый всеми религиями Израиля. Христианская святыня Сиона – место Тайной Вечери, праздничной трапезы Иисуса Христа с апостолами накануне Пасхи и Ареста. По южной стене пойдём от царя Давида к его сыну Соломону, мудрому еврейскому царю. На возвышенности Иерусалима был построен величественный храм, известный как первый храм Соломона. Мощные стены поднялись вокруг города и храмовой горы. В наше время золотым куполом возвышается мусульманская мечеть. Последующие столетия были тяжёлым испытанием. В начале Ассирийская империя в VIII веке до н.э. захватила часть еврейского государства. Иерусалим, на радость жителям, избежал осады врага. Однако в VI веке до н.э. крепость не спасла жителей столицы от Вавилонской империи. Войска царяново-худоносора захватили, разрушили город и первый храм. Жителей увели в плен, положив начало возникновению еврейских диаспор во многих странах. Через полвека евреи вернулись из рабства к развалинам города. Стены были разрушены, а ворота сожжены. В каменоломнях застучали молотки, восстанавливались укрепления и святые места. Иерусалим возрождался и расширялся. Фрагменты предыдущих эпох укладывали в толщу новых стен. Обработка камня занимала много времени. Часто использовались готовые подручные материалы. Столица превращалась в неприступный город со сложной системой крепостных стен. Мы продолжаем двигаться вдоль южной стены, за которой возвышались знаменитые библейские храмы. Сейчас там исламские святыни, но две тысячи лет назад находился возрожденный при царе Ироде второй храм. Именно этот храм упоминается в Новом Завете, который посещал Иисус Христос, где проповедовал свое учение. Мощные стены опирались на гигантские каменные блоки. Самый известный монолитный камень достигал в длину около 14 метров и весил полтонны. К воротам вели парадные лестницы. В давние времена по ним в дни праздников шли тысячи тысяч евреев со всех краев. Сейчас путь к Храмовой горе замурован. Поворачиваем и идем вдоль восточной стены, ограждающей священное место.